добрый день друзья с каждым разом все больше и больше как тут вообще каждый раз были как бы они в больше и больше становится или идет обед поэтому остальные все кушают да хорошее ласкушек вот сейчас стало уже тепло олег алексеевич жарко уже скоро июль как льва многие беспокоятся что вот львы и там что им жарко самое лучшее время для львов потому что львы как вы помню африканские животные любят жару они прекрасно переносят они хорошо и приспособлены к жаре да не днем тенечки вот кто не понимает природу львов и принципе кошек вот они ходят с открытыми пастями да вот им значит жарко глупости ну и открывают пасть играют они хорошо защищены от жары у них же охлаждение так идет через пасть ротовую полость и короткая шерсть они полиняли вот но не любят тепло они страдают тогда когда сквозняки холодно миллионы лет они жили и живут в африке и поэтому очень хорошо приспособлены таким температурам любят тенек безусловно но и на заре прямо на 40 или 50 градусов они тоже хорошо себя чувствует входит все главное что где-то вода есть у них вот вон они видно что только покушали еще облизывают лапы ну да еще такое все в мясе мы им тоже принесли вкусняшку вчера ехал по дороге увидел только что свежего сбитого зайца я друзья всегда подбираю этих зайцев потому что знаю что это такая вкусная конфетка для моих львят тигрят вот и сейчас я им дам зайцы не пугайтесь или кто не желает на это смотреть можете уйти от видеоэкранов своих вот почему им так важно потому что это природа это природа это законы их пищеварения они не питаются мороженым мясом они не питаются капустой и котлетами и овощами они едят мясо но мясо как известно в виде отбивных не ходит по саванне мясо это это кролики это поросята это козы какие-то антилопы зебры и так далее и природа львов за многие миллионы сформировала все так что для пищеварения им нужно именно свежее мясо с шерстью с перьями если это птица и только тогда у них пищеварение пищеварительный тракт очищается вот от всяких там паразитов от всего что там у них бывает поэтому очень важно не любят именно есть шерсть и поэтому кролик для них но это это просто вообще деликатес это такое нежное мясо зачать на кольчатина нежная шерсть у него поэтому для них это и чистка желудка и пополнение витаминами вот видите они прекрасно выбирают после обеда тень и вот все три льва облизывают лапы которые ну вот у них нет умывальников рукомойников вот поэтому вот представьте какая бактериальная среда да сколько бактерий там вот они облизывают мясо вот все сами но иммунитет у львов настолько сильный к сопротивляемости к этим микробам которые есть и в мясе и на лапах и на почве вот что они ничем никогда не болеют крайне редкие случаи то они где-то там на таком в мозгах что-то происходит у львов вот а с точки зрения физиология них редкие очень заболевания от каких-то вот инфекционных я вообще никогда не не знаю и не слышал чтобы они болели инфекционными заболеваниями вот у них очень сильный иммунитет если у нас содержит противобактерицидное свойство и даже если них рестораны то они себе делают лучшие всякие медицинские опции чем мы с вами когда красим себя зеленкой и так далее но я пошел за зайцем очень интересно сейчас будет как они все отреагируют на зайца а вас называется я попрошу остаться мне кажется он уже понял что там что то есть ой шо ж ты так близко который сейчас станет добычей львов обыкновенный заяц крымский заяц вот его сбила вчера машина он хороший здоровый очень вкусный с печенью вот но львы сыты и еще не поняли что им придет пойдем к тем сейчас мы быстро поймем никто ничего не хочет а вы львы или как ну и вы чё держите это заяц дуду самый крупный а у тебя надо было там на входе брать смотри я туда они сюда живой корм повторю друзья кто там с детьми или еще как-то считает что это как-то термирует просто уберите от экрана были выключите но это природа никуда не денешься и это нужно для здоровья львов отбил 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 а мы пойдем подглядывать ну вот хлеб с добычей мы рядом и в принципе ничего не происходит он не агрессивен он не кинулся нормально все хорошо у него вряд ли он кому-то оставит такую вкуснятину поэтому зайцев нужно давать каждому за каждого кролика или зайцев видите даже облизывают то что есть от него они поняли но тем не менее они как-то очень спокойно все спокойно да все очень спокойно 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 мне кажется что некоторым гораздо интереснее с вами поиграть чем заяц вот насколько нужно быть уверенным своих и львов львах чтобы заходить к ним с мясом хоть к большим хоть к маленьким их нужно любить знать их особенности поведения а еще у нас есть тапок все наш тапок где наш тапок зачем нам тапок я скажу и так добыт до сытый довольный кто так делает кто когти кто выпускает а лапы какие мужчины у него выпускают когти а вот так вот так что такое тапок нет 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 скажи папа не буду больше когти мы не выпускаем помнишь да кофе вот так скажи что угодно папа делай хоть лапы складывать лис бы ты не уходил себя себя как часто нужно заходить к львам больше не так часто мы заходим но они такие ласка лучше потому что они больше будут привыкать слушает с удовольствием съедено будет все и косточки и шерсть и внутренности вот белые вообще а вон даже не решаются подойти но все пошли в тенек явно не голодный лев он бы проглотил этого зайца если бы был голодный за одну секунду а мы пойдем поведаем львичку а у него он даже куски мяса валяются он он большие какие ну это да то есть самим искать а лень а вон еще а ты куда идешь белые пришли она стала нервничать и и эти все пошли ну пойдем проведали везде накидали куски мяса везде лежат везде лежат ау ау зовет ау но тут тоже львиная тропинка бросил да а ему не интересно без вас каждый понемножку ну а мы поедем еще кому-нибудь про отбедать про отбедать и ну а на то есть Продолжение следует...